Темная ночка, идешь твоя дочка Когда 14-летняя Виолетта исполняет эту песню, думает о маме, которая почти всю жизнь живет в Москве. Девочку воспитывает бабушка. Она-то и разглядела во внучке талант, когда в два года Виле подпевала под мультики. С тех пор поет сама, а еще как. В ее коллекции больше сотни побед на разных вокальных конкурсах. И если юную певицу что-то и страшит, так это звездная болезнь. Я боюсь ее, я не хочу. Ей болеть очень плохо. И педагогам всем не нравится это, поэтому нельзя. Сестра Виолетты Алина тоже поет и тоже с подачи бабушки. Ольга Федоровна все свое время посвящает развитию внучек. Водит на вокал, учит рукоделию и своими руками к каждому выступлению детей шьет оригинальный костюм. Это съемный воротничок, это просто придумала по тому, как вообще-то это концертный вариант казачьего костюма. Еще одна песня по сей девкам лен, это вот чисто лен. Ну я думала, я решила вот так сделать. Не знаю, по правилам без. Ну в общем мне понравилась ткань, я решила, что так надо. По признанию семьи, самой ценной награды они уже добились. Виолетте вручили знак общественного признания. Но педагог по вокалу уверена, Виля только начала раскрываться и пропускать через себя режиссуру песни. Я всегда им говорю, иди домой задание, сделай кино из этой песни, как ты представляешь. То есть вот они начинают представлять песню, вот отсюда пошли эмоции, и от души, когда все идет от души, и оно и получается песня. Накануне Виолетте, как одному из самых талантливых детей из малообеспеченных семей края, вручили стипендию Российского детского фонда. Но впереди еще долгий творческий путь. Девочка планирует поступать в Краевой колледж культуры, где работы над собой будет больше. Прибавятся заботы у костюмера бабушки. Но такие трудности семье не страшны. Они уверены вместе и с песней по жизни покорят любую вершину. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Павел Лауронин. Наши новости.